Привет всем! Вы на канале Валари Лайф и сегодня я хочу снять видео о канадской глубинке, как выглядит канадская деревня. Это не туристическое место, я уже два часа за рулем, то есть я еду два часа в глубину Канады, чтобы забрать свою собаку и заодно решила снять видео. Несмотря на то, что я нахожусь в 200 км от дома, все равно пока что еще есть асфальтная дорога, но я вам потом покажу, я еду туда, где даже нет асфальта. Так что, если вам интересно посмотреть, как выглядит канадская глубинка, оставайтесь со мной. Канадская глубинка, деревней назвать это сложно, это идеальная дорога, вдоль которой стоят одинокие дома или одинокие фермы. Никаких заборов, никаких ограждений, никаких собак на цепи. Я уже почти приехала, мне осталось каких-то там пять минут, но хочу вам показать, первый раз сталкиваюсь с таким, что в Канаде нет асфальта. началась глиняная дорога, асфальта нет, в прошлый раз я ехала после дождя, было безумно скользко. Сейчас я вам хочу показать, как выглядит, назовем это фермой, да, как выглядит ферма, где собирают кленовый сироп. К каждому дереву подвязана такая голубая трубка, в которую стекает сироп, еще не сироп, а кленовый сок. Кленовый сок хорошо собирать тогда, когда утром, точнее днем уже тепло, а ночью еще заморозки. тогда клен дает очень-очень много сока. Вы видите все эти переплетения? Раньше в старину просто вешали ведерко на каждый клен, с которого собирали сок. Сейчас люди упростили свою работу, они сделали такую телефонную связь, можно сказать, такую связь из трубочек к каждому дереву и в итоге весь сок стекается в одно место, где фермер может его уже собрать в какую-то, не знаю, большую емкость, куда они собирают. После этот кленовый сок выпаривается и из него получается кленовый сироп. Наконец-то я доехала до той фермы, где находится моя собака. Здесь не то, что нет асфальта, здесь даже не ловят мобильный телефон. Зато у хозяев этой фермы есть интернет и на этом спасибо. Положа руку на сердце, природа Канады ничем не отличается от той же природы Украины или России. Единственная в чем разница, несмотря на то, что люди находятся не так, несмотря на то, что ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от этих ферм, несмотря на то, что у них нет здесь асфальта, все равно каждую неделю муниципалитет собирает у них мусор, зимой у них чистятся дороги и патрулирует полиция, также сюда приедет скорая. Положа руку на сердце, так далеко я бы жить не хотела. Я так переживала, что моя собака будет в стрессе, но забрав ее, вижу, что она была довольна. Ей понравилось проводить время в деревне. Не поверите. Вонючая, воняет какими-то коровами. Едем отмывать. Ну вот и все. Это было небольшое видео о канадской глубинке. Я надеюсь, что вам понравилось, потому что, положа руку на сердце, да, здесь красиво, лес, шумит речка, поют птички. Посмотреть, наверное, интересно, но жить бы я здесь не хотела. Очень далеко от цивилизации, очень далеко. И вот эти дороги глиняные почему-то мне напоминают одну из наших проселочных дорог на дачу в Украине. Не думала, что в Канаде тоже можно такое найти. Ну все. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А мы поехали домой. У нас еще впереди два с половиной часа дороги с вонючей собакой. Всем пока.